МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую! Это проект новость дня на Первом городском. Самую главную новость, которая удивила наших корреспондентов Криворог, мы выносим на обсуждение в нашу студию. На протяжении 20 минут мы будем разговаривать о главном событии сегодняшнего дня и приглашаем вас присоединиться к нашему эфиру 067-827-0050. У нас интересная компания, с которой мы будем обсуждать нашу новость. Во-первых, это зоозащитница Кушнирук Юлия. Приветствуем. Наша корреспондентка Елена Трунова и наша специальная гостья Мопс Буся. Ей тоже говорим привет. Но несмотря на то, что я так живо и весело начал наш эфир, на самом деле новость, которая нас удивила, точнее даже сказать, шокировала, не очень-то и веселая. Давайте посмотрим сюжет Елены Труновой, а потом обсудим это все вместе с экспертами и, наверное, еще вместе с вами телезрители смотрим. Червень 2017-го року. На одном из национальных телеканалов выходить выпуск популярной программы «Кохана, ми биваємо детей». Тоді про Криворізьку родину Кліменчуків дізнается вся краяна. У передачи показывают, как мать обьет своих двух 11-летних донюк. Після в интернеті посипався шквал негативу в бік жінки. Еї почали звинуваживать не только у жорстокого ставления до детей, но и до трех собак. Я говорю быстрее, пошли портфель собирать. Как ты сам раз говоришь? Я же на тебя собаку спущу. Давай, Альф, переходи. Альф, иди сюда. Одна з собак – доберма на прізвись Коральда. Сгодом захворіє і дуже схудне. За словами самої господарки тварини, пані Кліменчук, у всьому винна погана генетична спадковість. Из целого помета, то есть 10 щенков, осталось только два. И остальные погибли. То есть генетическое какое-то, как говорится, или заболевание, или кабель плохой. Я вот только недавно связывалась с этой хозяйкой, которая сейчас вяжет своего кабеля со всеми суками подряд. И сейчас полностью доберманы в нашем городе все болеют. Але волонтери у це не вірять. Кажуть, доберман хворіє, адже за ним погано доглядають. Тварина, самі кости та шкіра – зоозахисники – вирішили забрати у господарки Ральду. Власниця собаки погодилась і привезла добермана до ветклініки. Я предложила со своей стороны помощь нашего коллектива довести собаку до какого-то стабилизированного состояния, так как собака поступила к нам в очень выстощенном состоянии, в обезвоживании ужасное, аллопеции, ну, в общем, полный комплекс. Після тижневого лікування у госпіталі Ральду відправляють до Києва. Там піклуватись про собаку будуть волонтери з організації «Доберман-команда». Коли тварина одужає повністю, її знайдуть люблячих господарів. Я сотрудничаю з ветеринарною клінікою «СТЕП», сотрудничаю з волонтерами, зоозахисниками. То есть мы ведем эту борьбу не в одиночестве, а вот группы. Вместе с «Доберманом», если получится, мы везем лабрадора, и мы везем, если получится, малому-то девочку, да. Ну, вот Ральда среди них, конечно, в самом плохом состоянии. Юристи кажуть, за неналежное утримание тварин в Украине передбачено адміністративное покарание. Штраф – від 3,5 тисяч гривен до 5. У тому випадку, якщо власник не в змозі в якийсь момент забезпечити їй належні умови отримання, в такому випадку передбачено правилами отримання домашніх тварин, які затверджені у нас у місті, а також законом України про захист тварин від жорстокого поводження, що він має передати тварину тій особі, яка може забезпечити відповідні умови, або ж застосувати до неї ефтеназію. У пані Кліменчук залишилося ще дві собаки – добарман і йоркширський терьєр. Але показувати журналістам своїх домашніх улюбленців жінка відмовилась. Олена Трунова, Микола Нечопуренко, Перший міський. Олена Трунова, Микола Нечопуренко, Микола Нечопуренко, Микола Нечопуренко. Микола Нечопуренко, Микола Нечопуренко, Микола Нечопуренко. Микола Нечопуренко в какому вони стані? Вона агресивно відказалася, не шла на контакт, поэтому, к сожалению, ми залишили только телефонну розгову. Нечопур ανомога за ц suspects? Як інформація попала к нашому телеканалу? Нечопурнягий витеринарного госпіталю «Щепп» Діна Журавліва. Она сказала, что пришла женщина с собакой, доберманом. Собака была в ужасном состоянии. С большими усилиями все-таки собаку забрали. Женщина сама написала отказ от собаки. У собаки очень много проблем. Лечить их будут в Киеве. Потом собака войдет в хорошие руки после лечения. Но все равно проблемы со здоровьем в собаке останутся на всю жизнь. Это шоу, в котором снимались люди, никакого отношения не имеет к программе. Но все равно шоу странное. Мне удивительно, кто соглашается принимать участие в таких передачах. Но хотел уточнить. Эти собаки, это был бизнес этих людей? Они разводили этих собак, тем самым зарабатывали? Или это просто были личные собаки для охраны? Как я понимаю, они разводили собак. Потому что она рассказывала о других щенках, которые после вязки с кобелем, как она говорит, он болел. У него генетическое заболевание. Щенки все умрили. И осталась только Ральда. Ральда, в связи с болезнью этого кобеля, сейчас болеет. В этой истории помогает решить проблему с этой собакой Юлия Кушнирук, зоозащитник. Я так понимаю, что вы знакомы с руководством этой клиники. Вы сотрудничаете. Зооклиники сотрудничаете. Хотел узнать от вас. Вы уже знаете, как бы продолжение другое. Вы знаете, как эта история должна будет развиваться в дальнейшем. Поэтому, если можно вкратце, как вы узнали об этой собаке, на каком этапе сейчас лечение и, так сказать, кто и как ставит ее на ноги. И что будет дальше? На данный момент дни еще занимается ветклиника Степ. Сегодня собака едет в Киев. Ей выкупили купе, потому что по законам, чтобы собаку перевезти, нужно целое купе. Все очень просто. В ветклиника Степ мы сотрудничаем, мы часто общаемся. И они позвонили мне, сказали, что есть вот такое проблемное животное. Могу ли я чем-то помочь? Я могу помочь, потому что сотрудничаю с киевскими спасательными организациями. Ретривер-команда, Добер-команда, по МУПСам спасательные организации. Это группа людей, волонтеров, которые занимаются сугубо конкретными породами. Это большая группа людей, да. Сугубо, нет, не только сугубо, потому что, как они говорят, если ты любишь собак, ты не можешь пройти мимо больного или обиженного животного. И неважно, имеет оно породу или не имеет. Вы любите собак, я так понимаю, у вас их несколько дома. Как я тоже понял, все собаки, которые сейчас находятся у вас, это когда-то спасенные собаки. На данный момент двое спасенных собак, да. А да, история моя с собаками начиналась со спасения. Это было 11 часов вечера. Вот такого же Добермана, как Ральта, привела соседка, девочку. Она потерялась в парке. И мои родители бесстрашно согласились взять ее, взрослую девочку Доберману. Хотела у вас уточнить относительно пород собак, их поведения, психологического их состояния. Потому что Доберман, ну, в моем понимании, собака достаточно большая, крупная и, в принципе, агрессивная. И так, если взять классику породы, она, как я понимаю, опять же таки, рассчитана на охрану. Насколько удается найти общий язык с собакой? Доберман – это служебная порода собаки. И действительно, выводили их именно для охраны, для работы. Да, но на данный момент все мировое общественность двигается к тому, чтобы собаки были просто компаньонами и друзьями. Чтобы они скрашивали наш досуг и наше одиночество. Ведь это друзья, которые не предают. И Ральта относится именно не к сторожевым собакам, а именно к собаке-компаньон, собаке-друг. Мы продолжим обсуждать эту историю. У нас есть мнение наших криворожан относительно этой темы. Я хочу, чтобы вы присоединились, дорогие зрители, к нашей беседе 067-827-0050. Прямой телефон нашего эфира. Звонки согласно цен ваших операторов. Рассказывайте о ваших животных. Рассказывайте, может быть, у вас есть подобные случаи, которые произошли с вашими близкими, соседями или с другими людьми, когда кто-то хорошо или очень плохо относился к животным. И все это готовы обсуждать в студии. Ну а пока что послушаем мнение криворожан в эфире. Я думаю, что, возможно, может быть, даже наказание будет малоэффективным. Мне кажется, что нужно вообще начинать с воспитания, с раннего детства. И воспитывать детей к хорошему отношению к животным, еще начиная с детского сада, в школе. Я считаю, что обязательно в первую очередь нужно наказывать штрафами. А если там как бы и присутствует и жестокое обращение, то 100% только в тюрьму сажать. Как бы это будет более-менее. Люди тогда будут как-то ответственнее относиться к животным, так как у них тоже есть чувства, они как бы все это переживают. Как минимум штраф, как максимум лишение свободы. По этому вопросу у меня личное мнение. Минимальное наказание – это штраф. Это минимальное. В основном бы я хотела, чтобы люди были наказаны по уголовной ответственности. Недавно была история с доберманом. Ко мне обратилась девушка, попросила помощи через волонтеров. Забрала собаку у заводчика в ненадлежащем виде. Собака была в ужасном состоянии. И не даже то, что бывает как жестокое обращение к домашним животным, недалежащий уход. То же самое относится к тому, что их берут или там заводят, а потом или животное заболевает, или какая-то ситуация происходит. Их просто выбрасывают на улицу. За это тоже. Вот как-то надо, не знаю, проследить это все невозможно. Но я максимально бы хотела, чтобы эти люди были наказаны. Вот что думают жители Кривого Рога. Кушнирук Юлия, зоозащитник на студии, наша корреспондентка Елена Трунова. Обсуждаем мы тему жестокого обращения с животными. На примере вот той истории, которую мы показали в начале нашей программы. Когда люди не справились то ли с больной, то ли с замученной собакой. Юлия, скажите, часто ли люди доводят собак и других животных до такого состояния? Вот то самое очень плохое, мягко скажем так, обращение к животным. Часто происходит ли это в обществе, в Кривом Роге? И чаще это происходит с чужими животными или со своими? Чаще всего это происходит, наверное, со своими животными. Люди абсолютно бездумно, подвергаясь моде, берут себе животное, не понимая, что это будет. Или ребенок попросил, или что с ним дальше делать, как его воспитывать. Но ребенок две недели поигрался, ему надоело, и эта собака стала никому не нужна. Ну, например, собака. И это очень часто, это поголовно, потому хороший заводчик, человек, который занимается разведением животных, никогда в жизни не продаст животное вот таким людям. То есть заводчик сам отбирает людей, которым передается животное. Вот это животное, которое у нас в студии, Буся, Мопс, попало к вам именно из-за вот такой ситуации. Потому что очень много людей в Украине в Кривом Роге занимаются разведением котов, собак, особенно новомодных собак, потому что на этом, в принципе, можно хорошо заработать. Ну, вот, к примеру, сколько у такой собаки может родиться щенков? Ну, от одного до восьми щенят. Ну, давайте мы в среднем возьмем, там, пять щенков. Такой щенок сколько примерно стоит в Кривом Роге сейчас? Минимально можно найти за три тысячи, я думаю. То есть 15 тысяч, грубо говоря, вот с одного помета можно заработать. И часто такие собаки выступают не как животные, а просто как машина. Как заработать. Машина для того, чтобы рожать остальных собак. И вот происходит ситуация со здоровьем, что-то не то, или, ну, пошла как-то не так система бизнеса. Собака перестает рожать, и вот она оказывается у вас. Часто такое случается? Да, очень часто. Например, группа по спасению мопсов, которой я помогаю, за этот год прошло 95 собак. Это страшные показатели, ведь это всего одна группа, да? Это 95 собак, которых бросили из-за того, что собака не дает потомство. Из-за того, что не дает потомство, из-за того, что не смогли справиться с животным, о чем мы говорили с вами раньше. Из-за того, что подарили ребенку, ребенок не хочет выгуливать, никто не хочет выгуливать. Ее, опять же, такие. Либо собака просто осталась. Но это жестокость по отношению именно к данной породе 95 собак. У Лены, я знаю, есть вопрос специально для вас. Мы слышим. Илья, скажите, пожалуйста, вот когда вам приходит информация о том, что в семье жестокое обращение к животному, какие трудности возникают с тем, чтобы забрать оттуда животное? Ну, первая трудность – это вообще забрать из семьи, уговорить людей отдать животное. Потому что сейчас, вот как мы, защитники, приезжаем за животными, становимся, уговариваем, отдайте, пожалуйста, ведь оно в плохом состоянии. Люди, что? Зоозащитник? Нет, ни в коем случае. Ну, почему? Так отношение к зоозащитникам я не понимаю. Хотя животное им просто не нужно. Оно просто банально окажется все равно рано или поздно либо на улице, либо оно умрет. Из-за того, что с ним происходит или из-за того, чем оно болеет. А предлагают выкупить животное? Да, очень часто. Вот группа по спасению мупсов, наверное, 90% животных, которые туда попадают, мы собираем деньги, волонтерские взносы и выкупаем животных. Эти животные выставляются на сайтах, их пытаются продать, перепродать. Ведь вот как Буся, да, она сменила четырех владельцев. Она просто не рожала им достаточное количество щенков, потому люди от нее избавлялись. И каждый владелец, один щенок – это не прибыль, все, избавился. Один щенок. Ну, а последние люди, для меня их поведение вообще странно. Много сейчас людей, которые начинают заниматься вот таким бизнесом. В принципе, налогами он никакими не облагается, никто за этим не следит. И как мы рассчитали, что если у таких мупсов, допустим, если это суки, они, ну, сколько раз в год, если добиваться от них максимум, она может рожать? Два раза. Два раза в год. Если у них два раза в год она приносит доход по 15 тысяч, а у нее таких 3-4 суки, то, в принципе, регулярно, практически каждый месяц, имеется сумма дохода. Но вот случаются опять же такие ситуации. Но бывает другая история, когда люди ошиблись. Вот не вовремя взяли, не подумали и тому подобное. Я хочу от вас услышать некие советы, методичку, что в этом случае нужно сделать, когда человек мыслит и готов решать эту проблему. Куда он должен обращаться? Как правильно все-таки, не дай бог, отказаться от животного? Ну, опять же таки, много волонтеров сейчас, которые помогают и бездомным животным, и все волонтеры и зоозащитники обладают информацией, куда можно пристроить животное, или что с ним сделать, или как дальше поступить. Поэтому первое, что я предлагаю, это обращаться в зоозащитные организации к волонтерам. Второе, что предложить можно, это обратиться в ветклинику. В ветклинике все в городе знают волонтеров в лицо, сотрудничают с ними. То есть, опять же таки, ветклиника найдет волонтера, волонтер знает уже, куда пристроить данное животное, или что с ним сделать, или вообще, что дальше делать. Вот два таких выхода. Третий, это по знакомым. Опять же, мы когда гуляем собачек, вокруг нас очень много людей гуляют. И мы начинаем говорить, что вот так случилось, что надо пристроить животное. Сарафанное радио быстро действует. Опять же, находятся те же волонтеры, и мы попадаем в ту же точку, что животное. Вы сказали, у вас 5 собак, волонтеры, вот это отправка собак, пересылка, 4 места в поезде, целое купе выкупается для того, чтобы везти собаку. Ее лечение, это тоже, кто имеет животных, знает, что это недешево. Кормить такую собаку специальными кормами, для того, чтобы приводить ее в порядке. Все это деньги. Где вы их берете, и вот, касательно того сюжета, который был в начале эфира, как будете искать деньги конкретно для этой собаки? Зоозащитные организации, которые существуют уже несколько лет, у них есть несколько способов собрания благотворительных взносов. Один из которых, это просто выставить пост о том, что требуются деньги, и все, кому не все равно эта история, эта жизнь этой собаки, они скинут какие-то средства, переведут минимально от 10 гривен. Да, есть сайты, которые, например, делают ежемесячный сбор. Вот соточка буквально недавно проводилась, и каждый участник группы, который желал этого, мог скинуть 100 гривен на счет просто в будущее этой организации, чтобы в будущем мы имели возможность выкупать, лечить. Да, есть волонтеры вообще очень такие творческие люди, они выдумывают разные способы. То есть, вы видите на нас поводочек, мы купили его на аукционе, все деньги с этого аукциона пошли на лечение собаки. Такой же у нас есть и ошейничек. Опять же, человек купил, ему не надо, он продает, и он делает это благотворительным взносом. На этом будем ставить точку. Большое спасибо, что были у нас в гостях. Мопс Буся, Елена Трунова, корреспондент нашего телеканала, и зоозащитник Кушнирик Юлия вместе со мной обсуждали сегодня тему плохого и хорошего отношения к животным в Кривом Роге, в целом в Украине. Как издеваются над животными, вместе с этим, как им потом помогают, мы сегодня обсудили в нашем эфире. Кто присоединился только что, я советую вам посмотреть ближайший наш выпуск новостей, для того, чтобы разобраться и увидеть ту самую ситуацию своими глазами. Оставайтесь на Первом городском в 19.20. Жду вас в этой студии в проекте «Один на один». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова